Привет, музыкальные менеджеры! С вами Михаил Мазунов, и в этом видео я хотел бы дать короткую сводку о состоянии рынка дистрибьюции музыки в России в разрезе тех часто задаваемых вопросов, которые вы мне присылаете. Поехали! Первый вопрос, я думаю, будет волновать больше артистов и правообладателей, которые находятся за пределами России, и он сводится к тому, что какие международные дистрибьюторы сейчас доставляют музыку VK Music, Яндекс.Мьюзик и звук, бывший Сберзвук. И здесь набор дистрибьюторов у нас сводится к TuneCore, OneRPM, Belief и FreshTunes. Также есть у нас дистрибьютор Lander, но он никогда не доставлял музыку в звук, он сейчас доставляет музыку в VK Music и Яндекс.Мьюзик. И помимо этого у нас есть LabelWorks, который раньше доставлял музыку в Яндекс.Мьюзик и VK Music, и на данный момент доставляет музыку только в VK Music. Все следующие вопросы больше волнуют артистов и правообладателей, которые находятся в России. И первый вопрос, от каких международных дистрибьюторов сейчас возможно вывести денежные средства? И набор дистрибьюторов у нас здесь следующий, это TuneCore, Belief, FreshTunes и OneRPM. Все эти дистрибьюторы используют платежную систему Payoneer, и если у вас есть текущий аккаунт Payoneer, потому что новый создать сейчас невозможно, и у вас к нему привязан банковский счет банка, который не попал под санкции, то вы можете выводить средства от этих дистрибьюторов. Помимо всего, у FreshTunes есть еще вывод средств через WebMoney, если вы знаете, что это такое, и у вас есть там аккаунт, то вы можете, соответственно, также вывести оттуда средства. Идем далее. Какие дистрибьюторы выплачивают доход от стриминга напрямую на банковскую карту или банковский счет, открытый в России, соответственно, в рублях делают эти переводы? И здесь у нас список дистрибьюторов сводится к Music Alligator, Zvonka Digital, это сейчас так называется NCI, или национальный цифровой агрегатор, это Bromo 16 и iMixis. Сейчас всеми этими компаниями я либо пользуюсь, либо сделал запрос, и они подтвердили, что они могут делать вывод средств в рублях. Идем далее. Какими дистрибьюторами можно пользоваться в России для доставки своей музыки на все международные площадки, включая и российские цифровые площадки? Здесь у нас список дистрибьюторов сводится к Music Alligator, Zvonka Digital, Bromo 16, iMixis, OneRPM. Также вы можете использовать TuneCore, но с одной оговоркой, что только текущие клиенты TuneCore могут, соответственно, пользоваться сервисом. Если вы новый клиент и пытаетесь оплатить сервис, то у вас, к сожалению, ничего не получится, потому что карты российские банковские не способны оплатить сервис дистрибьюции у TuneCore. Но если вы текущий клиент TuneCore, то вы можете, соответственно, выпускать музыку сейчас на данный момент бесплатно. И последний вопрос, который вы мне часто задаете, он относится к продвижению музыки. Это какие дистрибьюторы доставляют музыку в VK клипы? Хотел бы здесь сделать оговорку, что не все дистрибьюторы, которые доставляют музыку в VK Music, доставляют музыку в VK клипы. И в стикер музыка, которым вы можете пользоваться в историях ВКонтакте. Так вот, список дистрибьюторов здесь будет следующий. Это 1RPM, Music Alligator, звонка Digital, Belief, Bromo 16 и Fresh Tunes. И также меня иногда спрашивают, какая сейчас ситуация с Orchard. Ситуация такая, что официального заявления нет никакого, но, насколько я знаю, они отгружают музыку на зарубежные площадки, то есть продолжают работать со своими текущими клиентами, но прекратили работу с локальными площадками. В целом, это были все самые часто задаваемые вопросы, которые витают в воздухе. И если вы хотите увидеть все и другие параметры более порядочно, у меня есть сравнительная таблица дистрибьюторов. Я выложу ее в описании к этому видео, где вы, соответственно, можете спокойненько и не торопясь подобрать себе, возможно, нового дистрибьютора. Также хочу вас пригласить подписаться на мой Telegram-канал, в котором я более быстро и часто выкладываю информацию именно про дистрибьюцию, только про дистрибьюцию мюзики. Он называется Moody News и также ссылочка будет в описании к этому видео. Также, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в мой мембершип, где я выкладываю эксклюзивную информацию, которая в основном касается Web3 технологий, музыкальных NFT и вот всей этой современной модной истории. Помимо этого, мы в мембершипе делаем онлайн мероприятия, я разыгрываю консультации, выкладываю инструкции, мы слушаем музыку и так далее и тому подобное. Ссылочку на мембершип я также оставлю в описании. С вами был Михаил Мазунов на канале Миша Стипс. Все о музыкальном менеджменте. Ну, а я вас увижу в следующем видео. Пока!